«Культура – это наша история и наше будущее», – сказал однажды глава Европейского парламента. Половина объектов всемирного наследия ЮНЕСКО находится в Европе. Культура – это, к тому же, динамично развивающаяся отрасль, источник средств для бюджета стран-членов Евросоюза. С ней, так или иначе, связана профессиональная деятельность 8 миллионов европейцев. Израильский пианист и дирижер Даниэль Баринбойм считает, что культура определила место Европы, как впереди планеты всей. Европа заслуживает звания континента культуры, причем гораздо больше, чем другие. Достаточно вспомнить имена великих европейцев, философов, музыкантов, писателей, художников. Они и есть Европа, а не экономика, автомобили или самолеты. Но и культура может стать предметом жарких политических споров. С ростом влияния интернет-индустрии все острее встает вопрос о защите интеллектуальной собственности. Вот что по этому поводу думает легендарный французский музыкант, композитор и продюсер Жан-Мишель Жар. По моему мнению, авторское право не имеет каких-то временных рамок по одной простой причине. Оно не зависит от носителя. Например, музыкальное произведение сегодня хранится на виниле, компакт-диске, в mp3-файле, а завтра на чем-то другом. Носитель и есть свидетельство проделанной работы. Труд работника любого сектора оплачивается. Так разве не логичнее и проще начать вознаграждать, наконец, авторов за их творчество. Евросоюз намерен ужесточить закон об авторском праве. Комитет по правовым вопросам Европарламента уже одобрил проект поправок, несмотря на критику со стороны тех, кто считает его ограничивающим свободу слова. Взоры всего мира прикованы к Европарламенту. Речь ведь идет о том, что сегодня есть возможность установить законодательные рамки, чтобы просто-напросто помочь выжать артисту, творцу, чтобы увидеть следующее произведение Альмадовара, Уэльбека, Coldplay или Pink Floyd. Вы знаете, все говорят о большом пироге под названием «Цифровая индустрия». Мы видим красивые графические изображения на сайтах телевидения, на Евроньюз. Это пирог, которым надо делиться. Делиться с артистами, мастерами, ведь те, кто участвовал в приготовлении пирога, имеют право на хотя бы небольшой его кусочек. Судьбу поправок Европарламент решит в ходе пленарного заседания на следующей неделе.